с корабля на бал путин уже вторые сутки не вылезает из информ пространства как на самом деле выглядит оккупация российской федерации как волнуешься на этот счет как-то в европе живут хуже чем в россии не купаются в шоколаде не ездят на таких дорогих тачках как в россии это вообще там не не принято и бабок у них таких тоже нет всем привет меня зовут юлия корт и эта программа в тренде каждый день мы рассказываем вам актуальные новости показываем интересные видео и развенчиваем фейки накануне 22 ноября прошел саммит большой двадцатки байден и сидзе бинь отказались участвовать в саммите j20 потому что в нем впервые с 2021 года принял участие путин саммит проходил в режиме видеоконференц связи онлайн встречу лидеров проводил премьер-министр индии а вместо руководителя китая участие принял премьер-министр поднебесной ли циан шольц на саммите призвал путина вывести войска из украины ну а путин в голубом экране попытался оправдаться и снова обвинил украину в войне и отказе от мирных переговоров он заявил что военные действия всегда трагедия и сказал что нужно думать как их прекратить да конечно военные действия это всегда трагедия конкретных людей конкретных семей да и страны в целом и безусловно мы должны думать о том как прекратить эту трагедию а зачем вообще было начинать войну и убивать тысячи людей а потом думать как прекратить трагедию а что вы думаете по этому поводу пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно подписаться чтобы ничего интересного не пропустить это все было вчера а сегодня уже путин или же его двойник что вероятнее поехал беларусь лукашенко лично встретил его во дворце независимости в минске тут проходит саммит а дкб очередная парта героя на этот раз в краснодарском крае торжественное открытие этой парты состоялась школе номер 7 участие привлекли первоклассников детей которым нет и восьми лет они стоят перед накрытым красной тканью мемориалом в честь умершего в украине оккупанта и внимательно слушают речь считается открытой атаман первоклассник но это же параллельная реальность кстати сам первый класс теперь будет называться именем погибшего а вот еще один классный час но уже в украинском мариуполе куда пришел русский мир с дурными идеями ребята расскажут потом кому что интересно подойдете покажем попробуйте пистолеты автоматы и классическая русская промывание мозгов это все что умеют оккупанты а что думает простой народ который против путинской войны ответ в этом видео в мясе неизвестные подожгли венки и разрезали флаги на могилах участников войны в украине они говорят о каком-то патриотизме а чиновники не просто смеются они насмехаются знаете как депутат гор думы екатеринбурга александр колесников решил проблему с повышением цен в городском транспорте он просто потребовал не бояться поднимать цены на проезд его точка зрения денег нет ходи пешком так это мы сами виноваты мы живем в капитализме мы почему не поднимаем стоимость на транспорт чем боимся не нравится денег нет не езди ходи пешком но не выживет по-другому транспортная отрасль билет должен стоить денег яхты накупили особняки построили бюджеты разворовали ох уж эти чиновники на россии все в делах да в делах а что с российскими пенсионерами как поживают а вот так у российской пенсионерки отняли 50 процентов пенсии за что за комментарий во вконтакте пенсионерке пришла уменьшена в половину пенсия а в пенсионном фонде ей ответили что деньги удерживают по решению суда как оказалось что в прошлом сентябре пенсионерку оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии она в группе написала вот такое у меня беженцы работают 65 плюс с мариуполя вот вы их победили у них дом разбомбили отобрали украинские паспорта убили родственников вы с путиным герои штраф ирина платить не стала теперь приставы угрожают что отберут у нее еще и квартиру а я вас умоляю какие-то пенсии коммуналка и так далее у российских чиновников дел на год вперед потому что лакшери жизнь уже не то надо откуда-то получить то что теперь не до получают их теперь обделяют вот например фсбр вместо немецких американских внедорожников закупила китайские премиум кроссоверы exit vx но я вам скажу что это вам не лада цены стартуют от 5 миллионов рублей напомню кадыров ослушался путина и накупил своим чиновникам авто люкс сегмента недружественных стран уже вижу как смотря это видео плачет целый отдел российских фсбшников украл выпил в тюрьму это было раньше штрафы суды тюрьмы за антипатриотизм это уже как в порядке вещей для путинской россии российского певца шарлота который сначала публично жёг паспорт рф а затем вернулся в россию задержали в аэропорту пулково куда певец прилетел из еревана и заставили извиняться на камеру зависит фамилиями отчества число месяц года рождения шарлотт эдуард валерьевич 0702 98 по какой причине доставил сюда понимаешь да назови осечка в понимании что ты сделал я жил паспорт какой паспорт российской ветерации зачем ты это сделал потому что был ошибочно помешан на ложной информации не пускаешься ли там простить что-то еще на что-то добавить в июне певец опубликовал в инстаграм видеозапись на которой жжёг российский паспорт а также обратился к властям украины заявив что выступает против войны не хочет попасть в киев затем он опубликовал новое видео в котором заявил что решил вернуться в рф и презентовать свой новый альбом я возвращаюсь в россию и решил сообщить об этом заранее потому что не хочу быть каким-то там тайным гостем я еду к себе домой в родную страну предпринимал за крайние месяцы очень много разных методов для того чтобы что-то понять потому что кругом разные информации я то в одно то второе то в третьей и вы знаете сейчас я наполнен светлым творчеством и написал на основе этого по моему хороший альбом доносили на шарлотта все главные доносчики кремля виталий бородин и глава лиги безопасного интернета екатерина мизулина которая чуть ли не каждую неделю доносит на всех российских звезд шоу-биза которые не поддерживают путинскую политику 13 суток административного ареста дал шарлоту ленинский районный суд санкт-петербурга но по другой статье за мелкое хулиганство во многих домах мариуполе до сих пор нет отопления местные жители пишут что никто ничего не делает и власть больше занята ипотекой чем теплом в домах света кстати тоже во многих домах так и нет но мариупольцам уже стали приходить квитанции также обещают что скоро будут приходить и квитанции за отопление тем временем военкоры кремля рассказывают об украинских ждунах на временно оккупированных территориях украины и обвиняют их в том что именно они хотели организовать срыв отопительного сезона сегодня хотел бы поговорить о теме так называемых украинских ждунов одно дело если бы они просто ждали а другое что некоторые из них завербованные спецслужбами украины и пытаются всячески навредить российской федерации на днях гражданин украины был задержан на управление фсб российской федерации по днр он готовил подрывы для срыва отопительного сезона в самой республике можно прям мастер-класс брать у этих пропагандистов которые придумывают такие сказки чтобы не быть виновным том что людям так и не дали отопление а на улице уже минусовая температура тем временем оккупированная россии с 2014 года горловка и теперь уже полтороногий пропагандист военкор пегов давай за победу за победу горловки ну как бы не мог с местными жителями немножко не злоупотребить за победу хлебушком да закусить не 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 я сырком плавлен а вот смотри тут говорят идем сюда на секунду вот тут говорят что укропы вот эти два телекона заняли ты как волнуешься на этот счет как-то честно да вот настоящее мнение настоящего горловчанина по поводу собственно говоря ситуации с прорывом горлов сам пьет игристая а собутыльник чекушечку с пирожочком этот мужик комментирует действительно важные вещи ведь ситуация на фронте изменилась не в пользу таких как пегов и через некоторое время ему может быть уже не по тому месту высу за последние дни заняли позиции в той части горловки которая была в оккупации 9 лет и освободили более полутора квадратных километров только российские власти запретили митинги во всех регионах россии после отказа в проведении митингов со ссылкой на эпидемию к вида это у них любимая отмазка вот уже как второй год родственники мобилизованных из москвы решили проводить культурные мероприятия вместо митингов хитрые матери попросили власти москвы разрешить им провести концерт ко дню матери ну а культурно массовых мероприятий ограничения к вида не касаются там типа люди излечиваются под песни шамана наверное слушайте ну они пытаются это уже прогресс я когда это видео смотрела не верила своим глазам и ушам в самарской области 67-летняя пенсионерка подожгла военкомат ее задержали и заставили записать видео с извинениями но я сейчас не о нем в этом ролике который сняли силовики женщина заявила что ее под купили мошенники но позже появилось новое видео женщина сидит в полицейской машине и разговаривает якобы с заказчиками поджога но после начинается самое интересное он просит женщину выйти и показать результат на видео куда горит нет ничего не горит уже потушили уже потушили уже уехали уехали да я согласна очень смешно но смотрите далее за днепр за днепр за днепр за днепр за днепровских ребят как именно они подкупили пенсионерку так и не сообщается как живут россияне в 2023 году набрали микрокредитов на рекордные 248 миллиардов рублей потому что им не хватает денег до зарплаты на еду и одежду на то чтобы собрать своих детей в школу и готовятся уже брать новые в 2024 году не жизнь а сказка но кто же им расскажет что по-другому жить можно патриот россии прилепен заявил что люди за границей живут хуже чем в рф не ездят там даже на дорогих тачках может выживший после покушения прилепен ударился сильно головой я человек побывавший в европе за этот год два раза могу оспорить каждое слово прилепина ни одной лады не встречала пенсионеров кофейнях видела магазины и цены проверяла ну вы в принципе сами можете в ютубе найти доказательства какая она жизнь в европе в 2023 году и сравнить слова пропагандиста и реальность за границей бывал десятки раз там люди живут хуже чем я и мой круг моих товарищей моих писателей музыкантов знакомых все мои знакомые парижане живут хуже среднестатистического москвича они хреново живут почему у нас люди которые катаются по заграницам вот тут вы тоже там были не рассказали как на самом деле живут римляне там обычные там эти парижане да и так далее там почему не рассказали по-разному живут хуже кто-то не по разному живут не по-разному живут не по-разному живут в съемных квартирах платят очень большие налоги и точно не купаются в шоколаде не ездят на таких дорогих тачках как в россии это вообще-то мне не принято и бабок у них таких тоже нет